Привет всем! Хочу запечатлеть исторический момент. Давно мечтали мы о фотоаппарате. Но это, конечно, не зеркалка. У нас точно такой же фотоаппарат был купленный 10 лет назад. Но это уже старая модель. Как вы видите, здесь экранчик 3х4. У всех уже современные Full HD видео, широкоформатные. А мы до сих пор снимаем вот таким вот с экраном 3х4. А поскольку снимать я очень люблю, как вы уже заметили. В общем, мечтала я о таком фотоаппарате. И вот сегодня муж ездил в магазин и купил фотоаппарат. И заодно и штатив купил, чтобы мне очень удобно было снимать. А то я держу в руках. Фотоаппарат. А скоро начнется дачный сезон, посадки. Как же я буду грядки снимать одной рукой. Вот, нужно будет ставить на штатив. Так, ну вот. Это что-то среднее между мыльницей и зеркалкой. Вот такой вот Canon. О, но он потяжелее, конечно, чем наш. Но здесь и качество видео. Мы смотрели ролики в интернете. Вот именно про такой фотоаппарат. И здесь очень сильное увеличение. 65 крат. Вот у нас на старом фотоаппарате здесь 16 кратное увеличение. И то, в общем-то, этого было много. А 65 это можно снять практически, что творится на горизонте. На линии горизонта. Вот, в общем, будем мы это летом экспериментировать на рыбалке. Все это будем снимать. И там были ролики, как снимали луну. Там прям видно кратеры. В общем, для меня этот фотоаппарат, это 3 в 1. Фотоаппарат, видеокамера и телескоп. В общем, вот за 25 тысяч столько много удовольствия. Здесь видео обалденного качества. Вот, даже, ну, мне лично не нужна отдельно видеокамера. Здесь у меня и фотоаппарат, и видеокамера. И теперь еще и подзорная труба. Будем подглядывать за кем-нибудь будем, да? Что там творится на другом берегу, на озере. Ну, у нас на старом фотоаппарате там обычный аккумулятор, который заряжается. А здесь свой, вот такой собственный аккумулятор. Это сейчас еще без аккумулятора? Вот это, да? А, это зарядное устройство, да? Ага, это зарядное устройство. Ну что, сейчас мы все это соберем, зарядим батареечки. И сегодня видео я буду уже снимать новым фотоаппаратом. Будем его тестировать. Я очень люблю технику, безумно люблю я технику. Я готова жертвовать косметикой, одеждой, поездками какими-то, на отдых. Я лучше сэкономлю денежки вот на такую аппаратуру. Ну и, конечно, для рыбалки я люблю все это. Палатки, лодки там всякие, причиндалы. Муж как-то на мужском форуме похвалился, что мне, говорит, жена купила подарок лодку, а ему пошутили. А ты теперь на 8 марта ей удочку подари. Я, конечно, посмеялась. Дело в том, что в прошлом году я как раз и выпросила себе в подарок дорогую удочку из карбона. Она суперлегкая, японская, китайская. Так, теперь мне японская. Я шучу, конечно. Меня китайская устраивает. Мне она очень нравится. Я ее практически из рук не выпускаю. У нас много разных, но я только ей рыбачу. И еще мне муж подарил персональный спиннинг. У него свой, у меня свой. Я поймала 4 щуки. Ну, правда, не на спиннинг, а на живца. Но все равно. Вот так, а на мужском форуме посмеялись, говорит, подари ей удочку. Вот такая нестандартная жена. Ну, зато у тебя и жена, и друг в одном лице. Вот только что жаль, не собутыльник. Ну, я шучу. Мы не злоупотребляем. Ну, я совсем не пью. На рыбалке раз говорю, выпей пивка. Он говорит, я не хочу. Я говорю, почему? Он говорит, что я буду пить в одиночку? Я говорю, а я что, тебе не компания? Ну, я не пью абсолютно спиртное, даже пиво. Ну, компанию всегда рада поддержать. Мне прям не терпится. Ну, конечно, он тяжеловатый, таскать его с собой. Ну, а с другой стороны, мы мечтали зеркалку. Ну, сейчас цены поднялись, но зеркалка настолько тяжелая. Зеркалку уж точно я с собой таскать не смогу. Ну, а носить с собой отдельно фотоаппарат и отдельно видеокамеру по весу получится вот то же самое, если брать и фотоаппарат, и камеру. Ну, здесь вот очень хорошее видео. Вот, у меня даже в старом вот фотоаппарате здесь не Full HD, даже не HD видео. Очень, в общем, маленькое. И то для фотоаппарата, который куплен более 10 лет назад, это очень хорошее качество. Ну, вот, как вы слышите, начинает жужжать. Это от старости уже скрипит объектив, но ни разу этот фотоаппарат не ломался. Он просто вот от старости уже что-то там скрежет какой-то у него. Идет и зумом не всегда ловит. Но здесь такая хорошая у меня макросъемка. Я цветочки на даче крупным планом снимаю. Очень хорошо. А здесь вот еще лучше будет, конечно, макросъемка. Ну, я думаю, для бытового использования мы же не собираемся профессиональные видео снимать. Я думаю, это очень хороший вариант. Вот такой вот фотоаппарат. Это вот средняя, говорю, между мыльницей и зеркалкой. Ну, вот, я считаю, лучше иметь один такой хороший фотоаппарат, чем покупать мыльницу, дешевую видеокамеру. В общем, если приплюсовать. Вот многие наши знакомые простых мыльниц за эти 10 лет уже сменили 5 штук. А мы вот пользуемся одним вот этим фотоаппаратом и очень даже довольны. Ну, планировали штатив попозже купить, поскольку вот там в интернете стоил этот фотоаппарат 28 тысяч. И муж поехал его покупать. И звонит и говорит, а на него как раз сегодня акция. Он стоит 25. И мы вот еще купили фотоаппарат. А флешку брал? И флешку взял какую? 16. Ну, вот, и еще даже флешку взяли 16 гиговую. Вот, не знаю, конечно, 16 будет много или мало, но мы пока что попробуем. Здесь-то у нас в старом фотоаппарате у меня по 4 гига 3 флешки. Кстати, очень удобно было иметь 3. Он больше 4, это-то не снимает старый фотоаппарат. Вот 3 флешки было и, в общем-то, нам хватало. И 2 комплекта аккумуляторов у нас было. Очень надолго хватало нам съемки. Ну, а тут попробуем. Не знаем еще, сколько на 16 гиговую умещается. Если будет мало умещаться, то вторую флешку купим на 32. А если достаточно, значит, вторую тоже на 16 возьму. Я предпочитаю снимать лучше, например, 3 флешки вот у меня меньшим объемом. Мало ли вдруг флешка какая-то накроется и потеряются все у нас файлы. И лучше снимать небольшими частями и менять флешки. Ну, это вот я так думаю. Мне так нравится. Иногда бывает отснимаю, и флешка лежит у меня. Я ее не сразу скидываю, не сразу монтирую. Начинаю снимать на другую. Вот вышивка вышита. Ну, вот она там была у нас. Что было там? Там приклеено было? Написано? Там написано, а тут вышито, да? Нет. Как на зеркалках. Фирма веников не вяжет. Фирма веники плетет. Для вышивальщиц. Для вышивальщиц. А, фотоаппарат для вышивальщиц, точно. Спасибо. Люблю Кэнон. Ну, кто-то любит Никон, кто-то Сони. А вот я люблю Кэнон. У нас все фотоаппараты, да? У нас все фотоаппараты, все у нас Кэнон. Ну, потому что у нас вот этот такой удачный попался фотоаппарат нам много лет назад. И поэтому мы просто не хотим ни на что другое менять, поскольку экспериментировать-то мы не будем. Вдруг не понравится. А это я уже знаю, что понравится, потому что это улучшенный вариант такого, как у нас был. О, еще и сумка. Нифига себе, какой кейс. Целый чемодан. Но он больше, чем у нас тот. Вот тут у нас. Ну-ка. Опа. Ну-ка. Этот у нас вот. Поправим мы с этим. А, только это вообще жесткий. Жестче. Это прям, это, наверное, для зеркалок тоже такое, или нет, или для зеркалок другие. Там больше, там у них объективы больше. Еще больше. Пауш. Сколько такая стоит? 700. 700? Ну, 700, ничего, мы что-то смотрели. Там очень дорогие были и по 2, и по 3. Для 700. Очень хорошая сумка. Настоящий Китай. Настоящий Китай. Ну, фирменный. Ну, ничего страшного. Я, в принципе, к китайским вещам, если не хорошего качества, очень даже положительно отношусь. А есть разные, есть плохие. А где-то тоже, кстати, ставила сумка китайская. Вот, смотрите, больше 10 лет. Уже ее сколько стирали, там уже въелась в нее пыль уже. Вот, смотрите, даже сеточка не порвалась. Ни сеточка, ни замочки. А ведь постоянно, я же ее дергаю по нескольку раз в день туда все время, лазю. Достану, тут ложу все. И постоянно ее с собой везде носим. И вот, смотрите, даже больше 10 лет, ни ремешок, ничего не потрепалось. Ручка даже не потрепалась. Вот вам, пожалуйста, и Китай. Так что, я думаю, эта сумочка нам тоже очень долго прослужит. Так же, как и этот аппарат. Ну, в основном мы на машине ездим сегодня. Но если мне куда-то нужно, я пойду взять. Да, очень много кармашек. Можно свои сумки мне брать. Ой, тут еще. Я забуду, когда я флешки насувала. Буду их искать каждый раз. Очень много кармашек. Я тут не разбираюсь. Ну, скорость там, что какая, не знаю. Мне только объем важный. И все. Но опять же, не знаю еще, сколько файлов тут будет весить. И здесь снимает MP4 формат. MP4 формат. У нас тут на старом AV формат. Ну, AV сжатый. MP4, конечно, уже получше будет. И здесь фотографии JPEG и RAV. Тоже есть RAV? В этом есть. А, ну да. Тут еще и RAV можно фото снимать, их потом редактировать. Ну, я пока что этим еще не увлекалась. Меня JPEG устраивает. Ну, на будущее очень хорошо тут голову поломать. Тут много, ну, в общем-то, ручных настроек. Я, конечно, снимаю на автомате, но очень много здесь ручных настроек. Вот это для меня, конечно, очень важно, вот этот поворотный экран. Потому что, когда я снимаю мастер-классы какие-то по вышивке, то мне нужно направить камеру вниз, и мне не видно, как у меня руки перед объективом. Ну, вот в моем-то в топорате тоже такой же экран. И вот только за счет этого экрана более-менее получается видео. Экранчик надо протереть в магазине, уже его маленечко там заляпали. Кстати, здесь так можно крепить дополнительную вспышку. Ну, на нашем старом тоже можно было крепить. Видимо, не крепили, нам достаточно было этой вспышки. Тут так же поднимается, нет? Вот так же поднимается вспышка. И здесь можно подключать еще и отдельно микрофон. Здесь есть разъем для микрофона. Если звук плохой, можно дополнительно микрофон, и тогда не слышно будут посторонние шумы, ветер. Возможно, потом на будущее мы какой-нибудь микрофончик приобретем, если я на улице часто буду снимать. А, здесь даже есть Wi-Fi. Можно скидывать без провода. А, кстати, наш шнур. Да, наш шнур здесь есть разъем. Это какой? USB-шный? Мини-USB. Мини-USB. У нас есть такой провод. Можно будет и проводом, да. От старого фотоаппарата у нас подойдет сюда. И можно беспроводным способом по Wi-Fi скидывать файлы. Будут стали комплектовать шнурами. Нет шнура? Ну ладно, у нас шнур есть. А я не помню, у нас, кстати, тот шнур в комплекте шел, или мы отдельно его покупали. В комплекте был? Ну вот, и уж хорошо, он нам пригодится. Говорят, что хорошая здесь стабилизация. Двойная. Совмещена оптическая и компьютерная. Процессоры. Ну вот, видите, это я, конечно, не понимаю. Это у нас все муж выбирает. Я только говорю ему, мне нужно, чтобы была макросъемка, мне нужно было, чтобы там штатив у меня наклонялся. Все, он уже выбирает. Смотрит уже, в общем-то, чтобы все было то, что нужно. Вот эти данные уже там, какая матрица, какая там чего. Это уже, он у нас электрончик. Пускай я туда не влазю и не разбираюсь в этом. Кстати, штатив недорогой, меньше тысяч стоит. А так-то, в общем-то, для любительской съемки неплохой штативчик. Он высокий, полтора метра, да, и опускается. Регулируется, да, высота? Высота регулируется. Так-то он, в общем-то, достаточно устойчивый, но не очень тяжелый, потому что таскать-то, конечно, тяжело мне тоже. Сложновато. В принципе, все, что надо. Высота регулируется. Вперед, вперед, назад опускается. Вот, и так вертится вправо-влево. Ну, в общем, все, что нужно для любительской съемки, я думаю, это вот шикарно. Я, кстати, на вид бы даже и не отличила бы, что он дешевый. Я подумала, что он тысячи три стоит. Штатив дешевый, еще и чехол к нему идет. Ну, за 900 рублей вообще нормально. А раньше я снимала вот таким вот штативчиком. Такой вот маленький. Просто я его ставила на стол перед собой и снимала. Но он очень удобный тем, что он наклоняется вперед-назад. В принципе, я его тоже буду использовать, когда мастер-класс снимать на столе. Он мне очень пригодится. Я его всегда с собой в сумочке носила. А мне вот отметить это дело. О, сейчас будем обмывать чай с тортика. Наш любимый Аладдин. А у тебя тоже? А, ты и пивка от себя взяла обмывать. Ну, правильно, а то сейчас покупать не обмываем. А я буду чай с тортиком. И вот мне еще положили. О, очень хорошая вот эта вот треночка. Вот как раз я сейчас новым фотоаппаратом буду показывать, как я вот в эту пленочку буду сажать семена. О, мне еще как сколько пленочки муж принес. Сколько стоит такое? 99. Сколько? 99. 99 рублей вот такой огромный рулон. Ничего себе. Это мне обсажаться. 5 лет буду сажать. Ну вот. А тут еще вот и бесплатно, видишь, оказывается, довесок был. Вот, в общем, снимать и сажать, и вышивать все у меня сегодня есть. Я, кстати, переживала, что он будет тяжелый, но вот здесь вот такой удобный у него сделал вот этот вот ухват, ручка. Когда вот он его держишь, он прям так хорошо в руке лежит и даже, в общем-то, не ощущается его вес. Кстати, очень удобно одной рукой, потому что я часто вот, допустим, я что-то показываю, когда вышиваю или сажаю, и вот одной рукой приходится держать. Очень удобно. Я думала, что будет сложнее. Как-то так интересно снимается. Так нажать надо. А-а-а. Тут просто у нас одевалась. А здесь такие штучки. Прикольные. О, нифига себе телескоп. Подзорная труба. А-а-а. Ничего себе. Это когда увеличение сделать? Угу. Дай? Да. Когда зум вот, да, 65 крат? Да. Ничего себе. Слушай, ну правда позорная труба. Прикольная игрушка. Вон дом напротив, да, в окно на воде. Что там делают? Чтобы увеличение делаться большое, это надо с штатива. Иначе все равно будут руки. Дрожать. Это на всех, когда сильный зум. О. А у меня и на этом видно. Вот чем я люблю вот этот свой старый фотоаппарат. Юпан. Юпан. Да, японская. Правда? Вот так. А у нас, кстати, вся техника была японская. У нас и старая видеокамера, которая на плечо еще ставилась с кассетами, тоже была японская. А вот смотри, флешечка на 16 гигов, а коробочки нету. У меня раньше 4 гиговый снарис коробочкой были. Или это не от них коробочка, а отдельно продается? Отдельно есть? Или, по-моему, они продавались так, нет? Ну, это Соня. Ну, вот это, кстати, очень плохо, что без коробочки. Потому что я так не ношу с собой флешки. Я вот так точечки ношу. А, это ремешок на сумочке. Видите, как продумано все? С полукругом. Смотрите, чтобы шею не натирала. Вырезано полукругом. Какая хорошая. Сколько? 700 рублей? 800? За 800 прям какая продуманная сумочка. Прям все у нее. Ну, правильно, сумка-то тяжелая. А на шею-то будет натирать, если будет вот это вот ровно. Двойная, даже двойная крышка, дай. Раз и два. Супер. Мятка. Мне нравится. Почему главное? Ну, все, супер. Ну, давай теперь заряжать батарейки. И следующее видео у меня уже будет покачественней. Если вам было интересно, поставьте мне лайк. Ну, не забывайте, что я не профессионал. Если что-то я не то даже сказала или ляпнула, мне простительно. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok